Тем временем, вот кто нам сейчас действительно дышит в затылок, это наши гости из следующей рубрики, которые сделают нас более стройными, помогут нам сжечь жир, стать более такими, знаете, командными, необузданными и может быть даже... С едиными духом. Ну, я не знаю, где-то вот даже хорошую такую стали, хорошую агрессию как-то конструктивную, её можно будет проявить и даже развить, стать бойцами в конце концов. Концы в воду. Концы в воду. Итак, настало время для рубрики «Спортивное сообщество». О чём мы сегодня поговорим? О каком виде спорта? Подождите, эти люди носят специальные шапочки, которые защищают уши от удара полукилограммовым мечом по голове. Оп-оп-оп, загадки. Ну-ка, пожалуйста, пишите нам, а пока... Жёсткая, весьма жёсткая, контактная, командная игра. И это ещё всё происходит в воде. У вас нет твёрдой почвы под ногами, Орек задаёт вопрос мне, закатывай. Всё, пожалуйста, что это? Водное поло. Блестящий ответ. Ну, мы, конечно, ничего не знаем о водном поло. А знают наши гости. А знают наши гости, они уже в нашей студии. Давайте посмотрим. Да, действительно, здравствуйте, дорогие друзья. Я, и так, Татьяна Валерьевна Кунцевич, главный редактор журнала «Столичное водное поло». Чемпионка мира 15-го года в категории «Мастерс» в Казани. Лидер женского любительского ватерпольного движения в Москве. Капитан и руководитель любительской женской команды «Пандора». Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Ещё у нас в гостях Борис Дмитриевич Гришин. Заслуженный мастер спорта, советский ватерполист, серебряный и бронзовый призёр олимпийских игр. Борис Дмитриевич, здравствуйте. Мы очень рады вас сегодня видеть, слышать. Так, Юрий Юрьевич Бычихин, детский тренер. Тренер сборной Москвы. Работает в отделении водного пола в спортивной школе Олимпийского резерва «Москвич». Здравствуйте, Юрий Юрьевич. А также Сергей Крижановский, судья международной категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Татьяна Валерьевна, давайте начнём с вас. Всё-таки вы дама, да? Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали водное поло? Почему? За что вы его любите? Вот что это для вас? И мы на вашем примере немножко больше об этом поймём. Пожалуйста. Ну, водное поло выбралось практически случайно. Да, микрофон, пожалуйста. Теперь слышно? Да. Отлично. Итак. Я занималась плаванием также в Москвиче, как Юрий Юрьевич, где сейчас работает, и там была секция водного пола. И поскольку плавание-то было скучновато, меня практически заманили водное поло, и я ни разу в жизни об этом не пожалела. Что обещали, когда... чем заманили? Ну, командный вид спорта – это дружба, это ответственность, и такие качества воспитываются прекрасные, которые в итоге во мне воспитались в полной мере вообще. Так, хорошо. И давай сейчас немножко от эмоций перейдём к командный вид спорта. А что такое команда в водном поло? Для меня это футбол на воде. Нет, не совсем не так. Но это так вот обиходно. Нет, давайте сначала поймём, что из себя представляет площадка, сколько человек сражаются, и что они должны там сделать. Это уже вопрос к Борису Дмитриевичу. Борис Дмитриевич, пожалуйста, введите нас в курс дела. Водное поло действительно командный спорта. А микрофон, пожалуйста, кнопочку нажмите. Я же это... Она красненькая должна быть. И тогда. Да, пожалуйста. Водное поло – командный вид спорта. Действительно, в игре участвует на поле 6 полевых игроков и 1 вратарь. А вообще в составе команды 13 игроков. А то, что водное поло – самый тяжёлый физический вид спорта, это вообще известно и медикам, и всем остальным. Поэтому для того, чтобы создать очень хорошую команду, нужен титанический труд, особенно тренеров, которые работают с детьми. Поэтому всё зависит от подготовки резервов, как говорится. Поэтому сейчас самое большое внимание уделяется у нас работе в городе Москве, работе с детьми. И вот тут у Олегово сразу вопрос. Просто не очень понятно. Вот знаете, для нас, а какого размера площадка, то есть вот этот бассейн, сколько проплывает спортсмен за время игры? Какой продолжительности тайма, или как это у вас называется? Какая глубина под спортсменами? Вот всё вот это очень интересно. Размер поля для команд-мастеров 30 метров на 20, ворота 90 сантиметров высотой штанги и 3 метра в ширину. Глубина любая. Но ватерполисты, как дети, так и взрослые, на дне не стоят. А скажите, ну вот кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, сколько ватерполистов проплывает вот за время матча? Ну, в среднем подсчитывали. В среднем ватерполисты проплывают, если взрослые команды, больше двух километров. Ого. Скажите, пожалуйста, игра, сколько длится, и она состоит из матчей? Как это всё? Она состоит из четырёх периодов. У взрослых каждый период по 8 минут чистого времени. У взрослых групп у детей он значительно меньше. От 6 минут и 6-7 минут для детских команд. Так, хорошо. Давайте ещё, значит, поймём по правилам. Помимо того, что нужно забить гол, да, мы больше ничего не знаем. Вот за что назначаются штрафные там ушло? Насколько это оттуда нельзя делать в водном поле? Штрафная зона в водном поле на поле отмечена 5-метровым указателем. 5 метров от ворота. В этой зоне игрока, владеющего мячом, нельзя хватать, грубить. За грубое нарушение назначается 5-метровый штрафной бросок. А вот, да, вопрос к Сергею. Сергей, вы вот судья. Вот меня всегда интересовало, что можно увидеть? Там же всё под водой происходит, да, все возможные грубости. А как судья вот может, так сказать, пресечь нарушение? Не, ненормально. Пресечь нарушение... Увидеть это вообще как можно отразить? Кто-нибудь пнул там под водой соперника? Надо доалегаться, наверное. Ну, во-первых, вода в большинстве места, где играют водные полы, прозрачная. И большинство фолов видно, но, как вы правильно заметили, очень большой контакт между игроками происходит под водой. И зачастую, естественно, многие нарушения просто не видны судьям. Поэтому фиксируются и судятся только фолы, которые судья увидел. Судье не следует что-то додумывать и фантазировать. Слушайте, хорошо, вот насколько это вообще похоже на систему нарушений и наказаний в футболе? Потому что тоже штрафная зона, площадка, ворота, карточки, наверное, есть. Карточки вот лежат, система наказаний, сама система, в принципе, похожа. То есть есть свободные броски, есть штрафные броски. А покажите нам карточки, как выглядит. Красная. Оксане сразу покажите. Мне пока предупредительную жёлтую. Я могу тренеру показать. Нет, нет, оставьте, он нам ещё нужен. Юрий Юрьевич, как вам, да? Юрий Юрьевич, вопрос такой тогда к вам. Вот на ваш взгляд, вот водное поло, вот мой коллег сравнил это с футболом, а мне кажется, это больше похоже на регби, потому что настолько плотный контакт. И если сравнивать, ну если возможно такое сравнение, где жёстче контакт в регби, где они там друг на друга прыгают и падают, либо в водном поле, где могут и утопить, мне кажется. Ну, на самом деле, мне кажется, во-первых, вода сама по себе, такая среда, в которой невозможно нанести сколь значительную какую-то травму. Поэтому регби, наверное, всё-таки более жёсткая игра, чем водное поло. Хотя контакта, конечно, хватает, поэтому, конечно, физически развитые, с хорошими антропопередатическими данными спортсмены, они, в общем-то, имеют преимущество в этой игре. И дело в том, что правила сами по себе предполагают, что игрока, владеющего мячом, трогать нельзя, как сказал Борис Дмитриевич. И если судьи придерживаются строгой трактовки правил, то достаточно интересная и совсем не грубая игра получается. А, ну, подождите, а значит, можно выбить мяч? Ну, по мячу можно мяч выбить у игрока? Да, конечно. В мяч играть можно, в игрока играть нельзя. Вот, как бы, такая трактовка правил. В футболе, который, кстати, один из самых травматичных при этом остаётся. А в водном поле какие-то, какие травмы традиционно, вот, с точки зрения опасности, что там? Ну, традиционные травмы, наверное, самые распространённые травмы – это выбитые пальцы и рассечение бровь. Мячом? Нет, ну, от контакта друг с другом. Локтём, бывает, попадут ещё как-то вот такие рассечения, ну, подобные, как у боксёров, немного. Слушай, ничего, у меня вопрос. И женщины в это играют. И дети, и дети. Юрий Юрьевич, вы же вообще детский тренер. Подождите, сначала женщины. Вот нас интересуют, сначала женщины. Подождите. Татьяна Валерьевна, ну, вот, я, как сказать, застал несколько раз футболистов. В обычном спортклубе в бассейн люди приходили и начинали рубиться. Вот в это время, значит, все остальные по углам, и, в общем, сказать, делать там в бассейне было больше нечего. А как же женщины играют в такую, я бы сказал, яростную, жёсткую, агрессивную игру? Как это может происходить? Вы знаете, на самом деле, женщина ещё намного грубее и агрессивнее играет, чем ребята. Я так и знал. А вот так всегда. Это как в боксе. У нас то же самое было. Так, не перебивайте. А, да, продолжайте. Для программы вот сейчас подборочку видео, наверное, его не включат в эфир, потому что там совсем всё жёстко и под водой. Жалко, если не... 21, и так, а какую подборочку? 21 плюс или 32 плюс? 18 плюс точно хотелось бы сделать, да. Мы все большие уже. Давайте, где контактная игра с участием женщин, правильно? Вот сейчас вот контактная игра. Давайте посмотрим, а вы скажите... Сейчас нам что-то поставят, а вы скажите, то это или нет. Нет, это фотографии с моим участием, а есть ещё видео, где подборка женского водного пола, под водой съёмка, подводная съёмка, всё самое интересное, всё же под водой происходит. Не покажу женское поло сегодня, Серафим, переносим вам свои... Серафиму надо принести извинения. Фотографии к нашей женской любительской команды, вот это сейчас, когда мы играем уже возраст, не позволяющий играть в регулярном чемпионате, и мы собрали любительскую команду. Это вот фотографии из Казани, где мы чемпионками мира по ветеранам, по бабушкам, как я называю. По бабушкам? Прекрасные бабушки, ладно, кокетничай. Знаете, бабушка, которая может откусить медаль золотую, это дорогого стоит. Своими зубами. Итак, пожалуйста, значит, женщины играют даже более жёстко. Намного агрессивнее. Знаете, у меня такой вопрос деликатный, но он меня мучил всегда и к мужчинам, и к женщинам. Но вот экипировка, там же всё, в общем, плавочки, купальнички, вот при всем этом плотном... Но шапочки-то ладно, они завязаны. Как это всё держится на человеке, вот как не слетает? Да, конфуз может произойти. Купальники и плавки, они сделаны из такого прочного материала, который облегает сильно тело. Но если мужчины ещё, мне кажется, нормально справляются с этим, что плавки остаются, то девчонки играют так, что, опять же, ничего не остаётся. Слушайте, вот здесь вопрос, Орехов. Вот смотри, когда тебе говорят, что женщины играют гораздо жёстче, ну, разве тебе не интересно узнать, почему, почему они такие, что, в чём дело? Секрет хочешь узнать, осторожней. Сейчас мы что-то поймём про женскую природу, может быть, пожалуйста. Ну, ребят, как бы наш выбор собственный, да, за пределами бассейна мы все белые и пушистые, а в игре это, ну, водное поло это... Водное поло это... Ну, в моей жизни это только положительные эмоции всегда были у мальчиков, потому что фигуры у девчонок-вутерболисток такие сбитые, не могу сказать, что очень мускулистые, как там, боксёрша. Не надо? Тело красивое у девчонок. Да, это я могу подтвердить. Знаете, у меня вопрос к Борису Дмитриевичу. Похвастался сейчас. Ну, так, видел издалека. А, Борис Дмитриевич, а вот историю, ну, ты не знаешь, советская российская школа водного пола, насколько она знаменита, насколько есть там победы, вот, расскажите об этом, пожалуйста. Ну, первые победы... Микрофон. Первые победы к нам пришли на Олимпийских играх в Мельбурне, где в тяжёлой борьбе наша сборная команда впервые завоевала бронзовые медали. И после этих Олимпийских игр на каждой Олимпиаде мы завоевывали медали. И серебряные, и бронзовые. А в 1972 году наша сборная завоевала в Мюнхене, впервые стал Олимпийским чемпионом. Потом, в 1980 году этот успех был повторен. И я должен сказать, что водное поло в советском периоде, оно, конечно, отличалось значительно от сегодняшнего состояния водного пола. А в чем? Да, и где круче? Вы знаете, правила поменялись. Правила поменялись. В настоящее время правила стали более либеральными, поэтому дозволено. Моменты борьбы такие подводные особенно. То, что было в правилах в советский период. Там в правилах и сейчас это записано, что игрока, не владеющего мечом, нельзя даже дотрагиваться. Но если вы придёте в бассейн и посмотрите, что происходит, это производит кетч, самый настоящий. Вот это да. Раньше такого судьи не позволяли. За грубую игру тут же удаляли, изначально пенальти. И поэтому в своей работе тренеры обращали особое внимание на технику владения мечом. Самым выдающимся митрополистом, и все считают создателем водного пола, методики организации работы по водному полу, был, все его называют, великий Пётр Мшвинерадзе, который научился у венгров, у сербов, особенно у венгров. Туда много раз приезжала команда и московского «Динамо», за которую он играл всю жизнь, и сборная команды Советского Союза. И приезжая отсюда уже в страну, он это всё перенёс на всех нас. Я являюсь его, и горжусь этим его воспитанником. И Пётр Яковлевич воспитал двух сыновей блестящих, и младшего сына Георгия Мшвинерадзе, олимпийского чемпиона. Поэтому работа в основном была над техникой владения мяча, она была совершенна. Если вот иногда показывают старые фильмы методические такие, где Пётр Яковлевич Мшвинерадзе, или венгерские фильмы, вот такая была блестящая техника. Сейчас техника такая, нужно доплыть до ворот, нужно побороться, взять мяч, и простым обыкновенным ударом попробовать забить мяч. Но сейчас даже игроки сборной у нас с расстояния 5-7 метров не попадают в створ ворот. Кошмар какой! Что вы такое говорите? Всё меняется, но у меня вопрос всё-таки по поводу детей. Потому что времени мало. Оксана, ваш ход. Вот послушаешь Борис Дмитриевич, который говорит, какое жёсткое водное поло. Послушаешь Татьяну, которая говорит, что женщины вообще беспределят. А их тоже Борис Дмитриевич сказал, что всё зависит от детей. Вот там всё начинается. Да, и вот Юрк, вам вопрос, вот стоит ли отдавать детей водное поло? И если стоит, то когда? И всё, что с этим связано. Пожалуйста. Вот. Ну, по моему мнению, только водное поло детей надо отдавать. Почему? Потому что водное поло, ну, это такой вид спорта, который всесторонне развивает ребёнка. Во-первых, прекрасное плавание. Каждый ребёнок, по моему мнению, по-вашему, наверное, тоже должен уметь плавать. И достаточно хорошо. Этого в водном поле совершенно не отнять. Плюс это командная игра, которая воспитывает командный дух, чувство взаимопомощи, характер. Ну, многие-многие великолепные качества. Хорошо. Это всё прям то, что надо, как говорится. Особенно учитывая, что родители постоянно на работе эфир ведут. Так, а с какого возраста тоже можно приводить? Когда начинать? Ну, начинать, в общем-то, обучению, плаванию нужно лет с шести, с семи. Это очень хороший возраст. Мы так и начинаем. Где-то с семи лет начинаем учить плавать ребят. Дальше уже такая у нас лесенка, как бы хорошо научившихся плавать. Мы лет в девять уже начинаем приучать немножечко к мячу. Объяснять им основы, какие-то водного пола. И дальше, уже в владших возрастах, уже лет в одиннадцать, ребята начинают уже командно участвовать в небольших турнирах. И дальше развиваются, развиваются до окончания спортивной школы. Куда приходить, скажите, пожалуйста, в Москве тем, кто вот решил ребёночка отвезти, попробовать? Ну, приходить надо на сайте Московской Федерации водного пола. И есть вся информация о бассейнах, о работе спортивных школ, которые набирают детей на сегодняшний момент в водное поло. Таких школ по Москве, к сожалению, не очень много. Насколько дорогое удовольствие за сезон? Сколько нужно заплатить, чтобы учиться в школе, купить форму, аренда? Нет, для родителей у нас школы работают от департамента физкультуры и спорта города Москвы. Поэтому занятия абсолютно бесплатные. И, в общем-то, всё, что вам понадобится, это плавки, шапочка, полотенце, резиновые тапочки, очки для плавания. Но всё, что обычный человек берёт с собой в бассейн. Всё остальное, инвентарь, который необходим для тренировок, в школах есть. Поэтому милости просим, приходите. Если плюс, к тому же, все дети развиваются раньше, вот когда Борис Дмитриевич играл, когда я сам играл в водное поло, существовала поговорка, что в водное поло может играть человек только с двумя высшими образованиями. Потому что достаточно умная и развивающая игра. Поэтому милости просим, приходите, мы всем детям рады. Спасибо большое. Нам ещё интересно, как зрителям, конечно, прийти. Сергей Орехов хочет спросить у Сергея, вот насколько водное поло в связи с этими всеми... Нет, я хотел спросить, за кого болеть в Москве? Какие московские команды? Но всё равно Сергея же ты хочешь спросить. Ты же мной манипулируешь, да, Сергей? Но вот московские команды, за кого болеть самые сильные и сколько их вообще? К сожалению, в настоящее время в Москве количество команд высшей лиги сократилось. Если в советские времена их было около 5-6, то сейчас осталась команда «Динамо» «Москва». Опять «Динамо», да? И команда Центра спортивной подготовки «Крылатская». Также в высшей лиге выступает молодёжная сборная Москвы. Это в мужском чемпионате. И в женском чемпионате «СКИФ» – спортклуб Института физкультуры. Это старое название. Вот всего 4 коллектива, 3 мужских и 1 женский. Слушайте, пока Орехов разберётся, кто там вообще в воде и за кого ему болеть, может пройти не один матч. Сергей, скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что Борис Дмитриевич нам рассказывал о том, что изменились правила, да, многое стало дозволенным из того, что не было дозволенным. Вы, как профессионал, что скажете, стало ли более зрелищным водное поло или менее? Вот для нас, как для зрителей. Я могу сказать, что в те времена, когда Борис Дмитриевич играл в водное поло по другим правилам, меня ещё не было, поэтому мне сложно это оценить. Но как судья я вам могу сказать, что очень сложнее всего судить детей маленького возраста. Потому что у них ещё недостаточный уровень технической подготовки и вот это самая сложная категория. А разбираться как зрителям нам? Нам нужна какая-то подготовка, чтобы мы могли получать удовольствие и болеть? Ну, безусловно, желательно хотя бы ознакомиться с некоторыми правилами, прежде чем смотреть водное поло. Но, в принципе, за одну игру, если вы сядете с кем-то на трибуне, и вам в общих чертах могут описать происходящее. А вы знаете, ещё у меня один маленький вопрос, Татьяне Валерьевне. Ну, вот у вас непрофессиональная лига ведь, да, вы это сам? А правильно ли я понимаю, что там может участвовать, в принципе, всякий, кто решит уже в зрелом возрасте попробовать? Решится. Решится, да, осмелится. Или всё-таки это речь идёт о тех, кто раньше играл и теперь просто не хочет бросать любимого дела? Любительская лига уже подразделяется на три дивизиона. В первом и во втором дивизионах играют вот ребята, которые недавно совсем закончили, скажем так. А вот третий дивизион, в котором мы собрались, команду сделали, там играют и ребята, которые, ну, скажем так, два-три месяца с мячом только в бассейне. А, то есть вот новички, так скажем, чайники, тоже у них есть возможность не просто где-то так заниматься для себя, но ещё и там бороться и соревноваться, да? Ну, пользуясь случаем, я вас приглашаю хотя бы на тренировку в нашу команду прийти и попробовать свои силы. Подождите, ваша команда женская. Я, конечно, рад, но она более агрессивная. То есть, побоится. Подождите, я должен выяснить, может, я и доберусь. А что вы имеете в виду в нашу команду всё-таки? Наша команда – это женская команда, которая участвует в мужском турнире. Да всё понятно. Тебя пригласили на тренировку женской команды. Не отказывайся. Я согласен, я боюсь, но я согласен. Испугался сразу. Слушай, для того, чтобы... Он придёт сквозь не сон. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за это приглашение. Для того, чтобы завершить наше маленькое знакомство, я прошу Бориса Дмитриевича Горисова, решено сказать какое-то краткое, напутственное слово тем, кто заинтересовался сейчас этим видом спорта и хочет попробовать начать. Я, в первую очередь, хочу вас сагитировать, чтобы вы своих детей привозили именно в водное поло. Это тот вид спорта, где, я уже говорил, глубокие бассейны и постоять, как футболисты могут постоять, или хоккеисты около бортика, невозможно. Поэтому в этом виде спорта курить невозможно, пить невозможно. Только режим спасает человека, и люди, и пацаны особенно, растут просто как на дрожжах. Поэтому самый здоровый вид спорта, я агитируюсь за него, приходите, болейте. Вообще, если серьезно, то вам действительно нужно познакомиться с этим видом спорта. Вот Таня приглашает, потому что очень увлекательный вид спорта. Таня, скажите, куда приходить, пожалуйста, или где посмотреть ваше расписание? Потому что ведь это уже конкретно. Седьмого, восьмого мая у нас будут игры в бассейне «Торпеда». Ой, отлично. Это ближайшее, да, приходите. Ну что ж, это любительская женская команда «Пандора». Именно на их тренировке вы можете увидеть Орехова. Может быть, даже в гидрокостиле полностью. Да, с полной защитой, да, в каске обязательно. Спасибо вам большое, дорогие наши гости. Сегодня в студии про водное поло нам рассказали и помогли полюбить этот новый для нас вид спорта. Татьяна Кунцевич, главный редактор журнала «Столичное водное поло». И капитан, и руководитель любительской женской команды «Пандора». Борис Дмитриевич Гришин, заслуженный мастер спорта, советский ватерполит, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Юрий Юрьевич Бычихин, детский тренер, тренер сборной Москвы, отделение водного пола, спортивной школы, Олимпийского резерва «Москвич». И Сергей Крыжановский, судья международной категории. Большое вам спасибо, наши дорогие эксперты. Ну вот, вы открыли нам новые горизонты. Спасибо.